Казахстанская сельхозпродукция вышла на китайский рынок. Первый поезд с 2000 тонн растительного масла глубокой переработки не так давно прибыл в торговый порт Сиане. Об этом телеканал 24КЗ вчера как раз делал большой репортаж. Сегодня, чтобы поговорить об экспортном потенциале отечественного агропрома, я пригласил в студию нашей программы вице-министра сельского хозяйства Гульмиру Исаеву. Добро пожаловать в наш студию Гульмиру Султанбаеву. Но в первую очередь давайте поговорим вот насчет чего. Китай, конечно, это просто огромный рынок сбыта, в первую очередь для нас, если говорить об экспортном потенциале. Как долго вообще шли переговоры? Насколько я понимаю, что рынок Китая это интересен не только Казахстану, но и, наверное, всему миру, который экспортирует вообще какую-либо продукцию? Добрый вечер. Действительно, если взять и проследить, насколько долго длились переговоры, которые проводились между нашими уполномоченными органами, то, допустим, два года мы согласовывали протокол по фитосанитарным требованиям на экспортные партии пшеницы. В течение года мы согласовывали аналогичный протокол по соевым бобам. В течение года мы уже ведем работу по согласованию ветеринарных требований на мясо, говятину и баранину. Но сейчас ситуация немножко изменилась. Я хотела бы объяснить, почему. Во-первых, во время визита Синьцзяньпиня в Казахстан им была озвучена инициатива о создании шелкового пути между несколькими странами. И это было очень знаменательно, что именно в Казахстане была озвучена эта идея. Таким образом, Китай рассматривает Казахстан именно в проекте «Один пояс, один путь» как на стратегического партнера. Китай рассматривает Казахстан именно как потенциального поставщика, производителя и поставщика органической сельскохозяйственной продукции. Это было озвучено на последнем пленуме КПК, где был четко озвучен призыв к китайскому населению потреблять экологически чистую органическую продукцию. И вы знаете, что по оценкам Всемирной сельскохозяйственной продовольственной организации, Казахстан включен в число пяти стран мира, обладающих потенциалом роста производства сельскохозяйственной продукции. Таким образом, мы вошли в ту пятерку стран мира, которые могут накормить другие страны мира. В первую очередь органической, качественной, без каких-либо добавок, без каких-либо ГМО. И вот этот политический призыв и те договоренности, которые были достигнуты на встрече глав государств 1 сентября, они как раз таки и дали такой мощный толчок к ускорению согласовательных процедур, которые проходили между нашими уполномоченными органами. И я могу сказать, что вот и визит премьер-министра в декабре прошлого года, и визит министра сельского хозяйства Маматпекова в марте этого года, они показывают, что китайские уполномоченные органы, а это и Государственный комитет по реформам и развитию, это и Министерство сельского хозяйства Китая, это и Государственное управление по контролю качества и карантину, Это и Министерство коммерции, это и Фонд шелкового пути, то есть все государственные органы, которые проводили какие-либо переговоры с нашими уполномоченными органами, они сейчас ускорили этот процесс, потому что действительно стоит задача быстрее реализовать идеологию шелкового пути. Скажите, вот те самые министерства ведомства, которые вы говорили с китайской стороны, они приезжали к нам, они смотрели в каких условиях все это выращивается, в каких условиях, скажем, там, я не знаю, там, забой мяса, к примеру, да, происходит, они все это уже изучили. Почему вот именно масло, скажем так, 2000 тонн? Или же это уже как бы не имеет большой принципиальной разницы для нас, то есть мы можем уже что туда экспортировать, что мы можем вывозить? Я немножко поясню. Есть определенный вид сельскохозяйственной продукции, который не требует никаких разрешений, то есть они не регулируются никакими ветеринарными и фитосанитарными требованиями. Вот масло глубокой степени переработки, оно не относится к таким, поэтому Казахстан его поставляет без каких-либо ограничений. И то, что мы сейчас поставили крупную партию 2000 тонн растительного масла в Китае, это говорит, во-первых, о том, что изменилась структура потребления в самом Китае, то есть если раньше они потребляли только рисовые, рис, какие-то злаковые культуры. То есть сейчас увеличивается и качество, и рацион. Да, то теперь изменился рацион, и они увеличивают количество растительного масла для того, чтобы уже готовить, жарить, какие-то проводить термообработки. Но это значит хорошо для нас с вами. Это для нас хорошо, потому что... Скажите теперь, а вот что мы туда можем помимо масла и злаковых туда? У нас большой потенциал производства и переработки сельхозпродукции, которую мы можем поставлять на экспорт Китай растительного происхождения. Это зерновые, масличные, овощи, бахчевые, различный спектр. И на все это будет спрос Китая? Конечно же, потому что вся наша продукция, она органическая. У нас чистая земля, чистая вода, чистый воздух. У нас нет геномодифицированных сортов этих растений. А в самом Китае ведь это тоже аграрная страна, как они себя позиционируют. Китай аграрная страна, но, к сожалению, у них экологическая ситуация недостаточно. И потом в первую очередь население, конечно, чтобы его накормить, чтобы хотя бы охватить внутренний рынок. Скажите, а о том, что у нас, скажем, открылся очень хороший путь в первую очередь экспертный потенциал в Китае, знают ли наши сельхозтоваропроизводители? Конечно же. Сельхозтоваропроизводители сейчас, что сдерживает рост их производства? Сдерживает отсутствие сбыта. Вот мы сейчас решаем проблему сбыта сельхозпродукции, открывая Китай, Иран, другие мусульманские страны, рынки наших стран Евразийского экономического союза. Таким образом мы даем возможность нашим фермерам наращивать производство, улучшать технологии, усиливать переработку. То есть наши фермеры сейчас достаточно производят, закрывают потребности внутреннего рынка по всем основным видам продукции, за исключением мяса птицы, продуктов молочных глубокой переработки, это сыр и сливочное масло, сахар. По остальным всем видам продукции мы... Мы уже обеспечили внутренний рынок и готовы экспортировать. И у нас есть потенциал роста. И Китай в первую очередь готов импортировать это все. Смотрите, 222 миллиона сельскохозяйственных угодий, да, у нас гектаров. Из них только 40% мы сейчас используем, 98 миллионов гектаров. А остальные земли не вовлечены в оборот. Таким образом у нас есть огромный... То есть бери, выращивай и есть по крайней мере один рынок сбыта у нас. А по тем землям, которые сейчас используются, там очень низкая продуктивность. То есть таким образом мы можем через улучшение генетики, через внедрение технологий, а самое главное, через усиление переработки. Таким образом мы можем производить широкий спектр продукции, которая будет экспортоориентирована. Самое главное, она будет нести вот этот бренд органик. Большой потенциал роста у нас по животноуческой продукции, потому что мы имеем стабильную эпизодическую ситуацию в Казахстане. Сейчас ожидается приезд китайских экспертов в апреле месяце этого года. Они будут проводить аудит ветеринарной службы Казахстана. То есть то, о чем мы с вами говорили в начале программы. Да, да. Это уже реально, понимаете? Вот вы говорите, большое количество стран хотят сотрудничать с Китаем, но они сделали приоритет Казахстану. Во-первых, ближе, но и в первую очередь, конечно, качественно. Да, качественно. И потом, что еще самое интересное, китайцы не только готовы закупать нашу продукцию, они готовы инвестировать в создание перерабатывающих производств на территории Казахстана, для того, чтобы потом уже эту продукцию, произведенную и выращенную в Казахстане, переработанную в Казахстане, как продукт с высокой добавленной стоимостью, уже импортировать к себе в Китай. То есть есть такие планы сегодня? Не то, что планы, а уже реальные проекты. То есть они уже готовы строить перерабатывающие заводы. А здесь вот относительно другой вопрос, относительно рабочей силы. То есть если китайские, скажем, инвесторы приходят строить свои перерабатывающие заводы на территории Казахстана, не говорит ли об этом, скажем, ну, я не знаю, об экспансии китайских, скажем, трудовых мигрантов, в то время, когда, ну, свои работы обеспечить на тех же заводах? Я могу вам сказать, что действующее национальное законодательство, оно четко регулирует все эти вопросы. Возьмем, допустим, вопросы, которые касаются трудовых отношений. Четко прописано, что зарубежный инвестор, он имеет право привлекать только квалифицированную рабочую, специалистов, квалифицированных специалистов, только в случае, если их нет на рынке Казахстана. То есть если отсутствуют такие специалисты, только тогда он их привлекает и завозит в Казахстан для работы на этом проекте. Поэтому доля их будет очень низкая. Касательно экспансии земель, по которым опасаются многие, услышав о том, что вот китайские инвесторы будут вкладывать деньги. Могу сказать, статья 24 земельного кодекса четко регулирует, что иностранные компании могут только арендовать сельскохозяйственную воде на сроке 25 лет. Таким образом, действующее законодательство, оно четко ограничивает. Но я могу вам сказать, что у зарубежных инвесторов, в том числе и китайских, есть интерес заходить на те точки, все цепочки производства сельскохозяйственной продукции, где имеется именно высокая концентрация технологий. Это переработка, это, допустим, финишный откорм животных, то есть откормочные площадки, это мясокомбинаты, это переработка растительных масел, допустим. То есть они заходят туда, где уже сконцентрированы, где уже в принципе есть какая-то определенная инфраструктура. Скажите, в этом отношении, каким образом вы собираетесь теперь сотрудничать с частыми сельхозтоваропроизводителями, для того, чтобы открывать им и рассказывать об экспортном потенциале их продукции? Если они сами говорят, что дайте нам только рынок сбыта, вот он, пожалуйста, вот уже Китай открыли. Во-первых, что мы делаем? Мы китайских инвесторов находим им партнеров с казахстанской стороны. То есть мы четко знаем потенциал каждого нашего казахстанского сельхозтоваропроизводителя. Мы такие известные компании китайские, как Айдзю, Рифа, Синома, Ковка, мы их заводим конкретно на конкретные казахстанские проекты, где говорим о том, что вот этот ваш казахстанский партнер может выращивать эту продукцию или заниматься вопросами фермерства, а вы уже создаете или совместные предприятия, или он, казахстанский партнер, сдает как сырье, и осуществляется переработка продукции на территории Казахстана. И китайские инвесторы сейчас готовы, допустим, Рифа, готовы вкладывать 200 миллионов долларов в развитие переработки именно продукции животноводства. Компания Айдзю сейчас в северном Казахстане совершает строительство завода по переработке растительного масла на 58 миллионов долларов. И таких проектов я могу вам привести целый список. То есть на сегодняшний день у нас 19 проектов. То есть уже работа идет? Да. Мало того, я могу сказать, что во время визита министра сельского хозяйства в Пекин в марте этого года были достигнуты очень значимые договоренности с такими крупными государственными корпорациями Китая, как Ковка и Синома. Это государственные корпорации, которые занимаются государственной закупкой продовольствия. И они выявили очень большой интерес к Казахстану именно как поставщику продукции премиум класса. То есть уже сегментированно можно заниматься. Да, именно исходя из того, что наша продукция органически чистая. Большое спасибо вам, Гульмир Султанбайн, за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. На самом деле, да, позитивные вы, хорошие новости принесли. Я думаю, что для многих наших телезрителей это, конечно же, новость по-настоящему позитивная. И самое главное, что для наших сельхозтоваропроизводителей это будет очень хорошим подспорьем, если уже у нас открыт такой, на самом деле, огромный рынок, как рынок Китая. Я хотел бы напомнить о том, что сегодня в нашей программе приняло участие вице-министра сельского хозяйства Гульмира Исаева.